всем здравствуйте сегодня у нас 12 августа четверг 2021 года мы идем по улице заславского выполняем просьбу нам надо заславского угол больша арнаутская или как раньше называлась большая арнаутская чкалова да мы когда-то снимали и женщина говорит чуть-чуть не дошли до моего дома не показали вот мы сейчас дойдем новостройка ты думаешь это это где ее дом нет ну хорошо я пока пока покажу старый дом это заславского 5 о чем бориса литвака его переименовали сейчас бориса литвака да мы сочи в прошлый раз должен опять за досмотрите вот новый дом здесь строят на углу да давно строят на углу арнаутской большие это не на углу еще нет литвака заславского везде борис да видите переименовали бориса литвака самое главное что мы это помню забыли опять ближе к базарной ага я думала что там еще уже понятно так мы проходим 10 номер литвака надо же запомнить как же здесь запомнишь да потому что он проезжать часть по идее должна быть тротуар здесь решетки знакомого сварщика знакомый сварщик все одессу засварил засварил или засварил заварил ну вот это улица базарная но зачем же тогда мы здесь снимали мы могли снять начинать отсюда как я сказала с базарной это улица базарная советское время было чечерина нет не чечерина чечерина была успенская вспомним потом так что это продолжается литвака заславского литвака это здесь смотри все современные здания но какая советские то там тоже написано до борис бориса литвака 15 а что получается как люди документы должны делать переделывать так это все деньги стоят а кто за это платит а вывесами плат как документам другим город получается и прописка надо менять печать анекдот ну а какой же дом на углу слева справа здесь осталось только два дома и один уже смесли строится ну так идем на ту сторону стоящим вот хочу еще вот этот дом просто какой угол снимаешь все с ними а здесь вообще нечего снимать этот дом 40 лет это советский дом так может человек здесь нет откуда ты знаешь что это нужно с ним я его не сняла он здесь застроен не застроен я именно закрытую этими зеленью ну сейчас уже со всех сторон с него ну вы здесь стройка может если вы здесь жили мы не знаем где вы жили да вот еще дом на углу заславского и вот дом сейчас но это может быть не по адресу заславского и вот этот девятиэтажка который не видно я не знаю не бейте меня ну здесь полностью новострой снесли все что можно было и нельзя как это ты не здрасте это одессит который очень вот я тебе рассказываю не перебивай меня мы зашли по двор потому что кафе был какой-то слева чем она интересная обычная посреди двора никакая современная да ну да это кто-то себе сделал выход нет что не убрали она внутри было место вот я же говорю кто-то сделал выход себе и нет ни один да весь двор я тоже сделал себе выход сделаем сейчас что-то будет уже вышли уже вышли устроиться очень быстро два месяца назад вообще ничего не что ты думаешь это жилой будет конечно только офисы строить нет нет вон жилой а этот маленький задавил с двух сторон задавили а или там это просто пристройка как балкон или дом там строится посмотри вон внутри нет вот вот между старых двумя старыми домами это перила то не дом ну вон же белая кирпичка перила это на втором этаже это перила ну белая кирпич это что не пристройка разве не стройка это к этому большому дому пристроен магазин вот я про это и говорю между двумя маленькими домами это большой девятиэтажный дом стоит да и вот пристройка на первом этаже с перилами вот видно магазин и вот мы доходим до малой армии опять вот слава богу что я не матекаюсь а чего ты должен накипаться если я списываюсь вот здесь какая-то вывеска Заславского ну вот считай улица названа в честь организатора и руководителя Южно-Российского союза рабочих основателей 1875 года Евгения Осиповича Заславского но уже надо вывеску Литвака вес это не Заславского ну вот это малая Арнаутская ну ну какой тебе адрес просили ну ты же сказал ты знаешь не доставать список ну скажи номер скажу дойдем и покажем так что покажем номера я говорю я выписала список номеров которые нам надо снять и говорю Игорь я сейчас выну вот 112 что ты волнуешься а какой нам надо номер Игорь говорит не доставай я знаю какой он 121 с той стороны 119 значит вот это угловой 121 так получается 121 по 319 вот это и вот это Вот дом 121. А тут двора нет получается? Или парадная сразу? Нет, парадная. А здесь 112. Здесь 112. Вот двор. Можно зайти. Ну хорошо. Тихо. Двор 112 номера. Еще нам просили Большая Орнудская, 70. Малая. Ой, Малая Орнудская. Как малая? Малая. Справа, это старая Прокофанковская, бывшая Комсомольская. Мы возвращаемся. Здесь что-то совсем нет тени. Боже мой! Голуби атаковали. Пока что мы пойдем здесь. Чтобы показывать те дома, что там. Такой вот двор. Да, здесь решетки не было. Сделали буквально пять. Недавно, да. Везде люди, где могут, они ставят. Да, ставят решетки, потому что очень сложно. Заходят постоянно элементы подозрительные. Я не буду их называть. Кто выдагомолы. Выдага... Ац. Ац сказал. Они делают закладки. По ночам ездят машины. И так они уже в наглую ездят. Не стесняются. Включают двигатель во всю мощь. Рычат по ночам. Ну вот, перед школой, на школьном дворе построили гостиницу. Угу. Малорноутская и Преображенская. Номер как... А, вон, 77, по-моему, или нет? Там, только мы не вернемся. Посмотрим, я не верну. Мы подойдем до него, но я стою только. 75. 75. Ну вот, вот здесь... 75А. Ага. Здесь бы перейти улицу. Да. Здесь вот сейчас зеленый, но мы, наверное, уже не успеем, да? Или успеем. Мы почти успели, машины ждут. Нас не давят. Это улица Преображенская, свет парни. Вот она, этот отель. Костинец. Доллар падает. 26.85. Евро 31.35. Рубль 0.35. Переходим улицу Преображенскую. А как это там был? 77, а здесь 113. Это видно Преображенская студия сейчас. А-а-а. Малая Арнаукская, 113. А-а-а. Вся раз. А мы с тобой повелись. Чего повелись? Ну, по-моему, там было написано Малая Арнаукская. Малая Арнаукская, 112. Девушка там, смело. Кстати, потом можно на Привоз зайти. Да, можно потом зайти на Привоз. Купить фрукточку. Какую-нибудь. Без фрукты плохо. Как на руках и спокойно такое сидит? Смотри. И не работает. Нет, смотри. Фрэч-кафе. А где же кафе? Просто нарисовали и всё. Дверь закрыта. У нас скоро в Одессе начнётся фестиваль, кинофестиваль. Будет открытие. Золотой дюйм, по-моему, да? Нет, уже не золотой дюйм. Просто кинофестиваль. Одесский кинофестиваль. Без названия? Так, а это Ризнецкий переулок. Здесь церковь какая-то, на углу стоит. Где здесь церковь? Вот. Вот крест. Ну так просто... А что пошли? Посмотрим. Поставим название, хочешь увидеть? Я хочу увидеть эту церковь, потому что она... Так частный дом выглядит. Так она во дворе. Можно было во двор зайти. Вот эти дома справа, наверное, будут сносить. Все их сними. Все время медведя повесили, или кто это, или заяц. Ну этот дом ещё останется, может быть, у них у ракушка. А вот этот сними дом. Будут сносить 100%. Игорь, как я его сниму? Это надо переходить дорогу. Я же тебе поэтому и говорила, что не надо переходить дорогу, чтобы снять вот эти все дома. А я хочу идти по солнцу. Ну всё, тогда как я могу это снять? Надо перейти дорогу, тогда я сниму. Кстати, я его снимала, когда мы шли по проспекту Мира. Там Александровский проспект, или проспект Мира. Что ж каждый раз понимать и говорить одно и то же. Также ещё в Одессе будет фестиваль рыжих. Вот это все рыжие должны прийти. А если даже вы не рыжий, тоже приходите, и будет веселье. Не знаю куда. В парк Шевченко. Много мероприятий разных. Спектакли в летнем театре. Показывают. Вот Малая Русская 72. Следующий дом 70. Вот 97 мы проходим. 70. Кто тебя просил? Ну а зачем тогда мы перешли на эту сторону? Как ты снимешь тот дом? Ну мы во двор люди просили зайти. Двор закрыт. Двор закрыт, но дом я вам показываю. Может быть там можно открыть? Нет, только кодовый замок. Нет, только кодовый замок. Помнишь, мы как-то заходили, был кодовый замок и было открыто. Я вижу отсюда закрыт. Ну ещё раз покажу. Что-то остановился. Бабушка нас просила зайти в полосы. Какая бабушка? Ну не сейчас же. Получается все долги по Малой Русской мы отдали, да? А что, Большой Русской у нас разве не просили? Первые номера, нет? Малая Русская первая. Тоже первые номера Малая Русская? Так что мы пойдём до конца Малая Русская? Нет, всё недалеко. Мы придём на привоз. Сейчас направо и Зарго покажем, как там сделали. Ещё делают, ещё не сделали. Нет, уже сделали. Сейчас сделали. С одной стороны только. А с другой же не сделали. Там, где цветы. Эти сносят лотки, там где цветочек. Цветы стояли. И главный вход ещё, чтобы на привоз же не сделали. Ты же сам сказал. Со стороны Сайцкарги. А это мы доходим до улицы Екатерининска. В советское время Карла Маркса. И поворачиваем направо. Сторон привоза. Одного. Сторон привоза. Переходим улицу Куйбышева. Вот я и не знаю, переименовали её, Венецк. Думаю, да. Одно и смотрим. Кто-то говорил, надо идти по тени, а повёл меня по солнцу. Да, мы уже на приглас идём. Так там надо было перейти. Уже не годится. Десять раз в улице переходим. Сказали, что убрали эти стихийные маленькие базарчики. Мы вышли на улицу Пантелеймоневскую. В советское время улица Чижикова. Не Чижикова. Чижикова. Да, Чижик. Зелёный. Это сделались... А, уже можно идти по плитке? Смотрите, вот сделают плитку старую. Вот старая. Вот старая. У нас здесь всё делается. Ну и где, ты говоришь, сделали? Вот, сделали. Это всё делается. Да, уже сделали. Потому что здесь было... Так интересно же, главный вход. Что тут здесь? Сейчас главный... Это не главный. Главный со стороны Советской Армии. Да. Главный со стороны Пантелеймоновской. Но сделаны. А это все боковые исходы. А то же самое. Рынок принос. Игорь, главный вход со стороны Советской Армии. Не будем вывалить. Потому что не здравый. Видите, вот такие вот магазины здесь поставили. А здесь были всё лотки. Здесь снимается. Спасибо. Что-то не разрешаешь? Здесь и раньше было сделано. Мы же здесь уже были. Здесь всё было заставлено. Это всё улица Екатеринская. Сейчас мы выходим на улицу Эстонскую. Вот её тоже сделали. Была такая убита. Всё, люки привозные. Хорошо на заказ. И вот улица Эстонская. Страшнее улицы я не видела. Такое, как они её сделали красиво. Да. Вот это они сделали. Так что, получается, пошёл... А, нет, утром нормально не ходят 12 лет. Они же Советской Армии квартал. Да, да, да. От Эстонской до Пантелеймоновской делают. Ага. Поэтому кранвай ещё. Строительный квартал. Ну, потому что будивельный рынок дальше. Видишь, жёлтый. Ага. Здесь вот вещеварный рынок. Это мордивоз. Да, можно на седьмой километр не ехать. Кстати, действительно, можно на седьмой километр не ехать. Сейчас на седьмом дороже всё, чем вот здесь на привоз. Заходим на привоз. Здесь ещё... Ну, всё строится, не всё. Зато всё в зелени. Сейчас деревья посадили, да. Так, ну, у меня сумка висит. Надо очень аккуратно... Вообще надо... Да-да-да-да, давай дойдём до куда-то. Ну, чтоб я встала. Всё. Стоишь?